МАМУКА КУПАРАДЗЕ Приветствую вас. Сегодня я, Мамука Купарадзе, из дискуссионного клуба студии «Ре», буду вести передачу, интервью с очень интересным человеком, выходцем из Абхазии, с господином Гурама Модичарья. Большое спасибо, господин Гурам, за визит в нашу студию. Я хотел бы поговорить с вами об абхазском конфликте, как он начался, как развивался. Я уверен, что если мы не осмыслим его, не будем знать причины конфликта, его зарождение и процесс развития, нам будет сложно его преодолеть. Поэтому для нас очень интересно с вами и с такими людьми, как вы, говорить на эту тему, чтобы знать больше о том, что произошло, почему мы оказались в этой ситуации, как ваши родные, ваши родители оказались в Абхазии. Можете ли вы сказать об этом в нескольких словах? Большое спасибо. Представители моей фамилии говорят, что их деды, Худишарья, родились в Абхазии, в Сухумском районе и в самом Сухуме. Мой отец родился в Мегрелии, в Синаке, в селе Мосив, мать в ближайшем селе, которая принадлежала Кабашскому району, бабуля Хурава. Они поженились за год до начала войны, отец воевал во Второй мировой и стал военным офицером, Мамука. Тогда они поселились в Сухуме. Да, потом, когда он уже не служил в армии, был военным офицером, его отправили в Абхазию. Это было в 1943 году, после двух ранений. И после этого мы живем в Сухуме. Я родился и вырос в этом городе. Отец был комиссаром Гульрибского района. Мы жили в Сухуме, имели там дом, но у меня в документах записано Гульрибский район, село Мачара. Однако мы жили все время в Сухуме. Вы там закончили школу, высшее учебное заведение. И после жили и работали в Сухуме, где и женились. Насколько мне известно, вас в Абхазии знали как поэта. Но потом, в изгнании, вы начали работать над романами. Стали прозаиком. А где вы работали в Абхазии? В Сухуме я женился, построил новый дом. У меня родилась дочь. И я никуда не собирался уезжать. Обо мне часто писали. О моей поэзии мы с друзьями старались создать морскую школу. Те, кто заканчивали художественную академию в Тбилиси и приезжали в Сухуме, они рисовали как-то темными красками. И мы их критиковали. Мы их спрашивали, где вы видели эти темные цвета. Они нам отвечали, что их так обучали. Но тут ведь другие цвета. Поэзии то же самое. Галактион говорил, что мы как туристы пишем стихи о море. А мы тут родились, и по-другому видим море. Как интересно. Значит, у вас было иное восприятие? Да. Как в живописи, так и в поэзии были другие оттенки. Да. Чем талантливее человек рисует или создает музыку, как самобытный деятель, искусство. Но когда ты работаешь в соответствии с принципами какой-то школы, то есть в этом случае меньше проявляется твоя индивидуальность. Об этом много писали. Были случаи, когда меня приглашали в Твилиси и говорили, что здесь ты станешь знаменитостью в период беженства. Некоторые говорили, что, мол, вы всегда мечтали оказаться в Твилиси. Но это вас не касается. Нет, я не мог без моря. Когда наступал рассвет, я должен был видеть море. Через него у нас была связь со всем миром. Когда появились джинсы, мы первыми их носили. Их продавали моряки. А вместе с ними музыкальные произведения, которые у нас в то время были запрещены. Элвис Пресли, Битлз, Роллингстон, Рок-н-ролл, ансамбль Чикаго и другие. Мы покупали и слушали. Критиковали Америку. И нам говорили, что вот, мол, Америка, его президент. Пропаганда все же работала. Характерным для пропаганды являлось то, что мы прошли период независимости, хотя бы во время предыдущих властей. Пропаганда надоедает. Когда повторяют одно и то же, это уже становится антипропагандой. Такой же антипропагандой стало и то, что утверждение, что капитализм загнивает, кем является их президент, и что, мол, это вообще за система. А мы слушали американскую музыку, носили тертые джинсы, майки, которых не пускали в институт, но мы как-то пробивались. Нас больше интересовало то, что происходило там, за кордоном, чем является Америка и Европа. Господин Гурам, трудно с вами не согласиться, поскольку для меня, как для жителей Атвелиси, Сухуми и Батуми ассоциировались с каким-то торжественным состоянием. Мне казалось, что в этих городах вечный отдых, вечное веселье, и ваши слова убеждают меня в этом. Но если вернуться к теме конфликта, многие беженцы из Абхазии с какой-то гордостью заявляют, что они не имели друзей абхазов, не общались с ними, что Сухуми и Абхазия в целом были грузинскими. Насколько я знаю, в вашем случае было не так. Вы были членом Союза писателей, редактором журнала РИЦА. Каковы все же были у вас отношения? Прохладные или обычные? Дружеские? Творческие? Как бы вы это могли вспомнить? Это самый значительный и красивый период в моей жизни. Мы не выбираем место своего рождения. Мы родились в Советском Союзе в условиях определенного режима. Я часто говорил отцу, что вот, допустим, какой-то твой ровесник родился во времена Гитлера и стрелял в тебя, но и он не был ни в чем виноват. Мы родились в этой стране. В ней прошла наша молодость. Здесь мы любили. Здесь мы познали мир. Мы не выбираем страну и время. И период нашей молодости всегда является счастливым. Меня всегда привлекала особенность кавказских и не только кавказских народов. Большое уважение к старшему поколению, к представителям старшего поколения. И у абхазов есть эти черты. Но у них это было в более высоком качестве. Такое же уважительное отношение к младшим. Когда я приходил в абхазскую семью, 90-летний старик вставал на ноги и так приветствовал меня как гостя. Я чувствовал уважение то, что я личность. И это характерная черта абхазского общества. Для меня это было определенным открытием. Я рос в этой среде. Господин Гурам, вы считаете это то, чему следует подражать? И это нечто возвышенное? Вот эти отношения между абхазами. Конечно. Я был тогда молодым человеком. Когда мы, я со своим другом находились в гостях у абхазов, и вдруг мы увидели змею во дворе. Познамерились убить ее. Змея – это вредное существо, которое жалит человека и убивает его. И мы побежали за змеей. Бабушка увидела и позвала нас. Ассас, Ассас, Ассас. Остановитесь. Он гость. Во двор вошел гость. И отнеситесь к нему как к гостю. Она подошла к змее, произнесла какое-то заклинание, и змея сама ушла. Это был необычный случай, но тут проявилось не только отношение к живому существу, но и большая философия. И то же самое относительно Рицы. Когда я был главным редактором журнала Рицы, мы, конечно, часто печатали абхазов. Между прочим, тогда в то время была большая конкуренция на должность редактора. Я как-то по-другому представлял свою карьеру, поскольку работал и в Совете Министров. Про меня говорили, что я нужный человек. Я не очень этого хотел в отделе культуры. Мне было тогда 29 лет. Тогда это считалось очень молодым человеком, молодым возрастом. Но потом решили выбрать меня редактором, и меня абхазы поддержали. И должно было быть согласие СЦК. Когда выходило 5 журналов, это были общественно-литературные журналы Цискарим, Натоби, Гантиады в Имерете, Чорох и Ваджари и Рица в Абхазии. Мне было около 30 лет, когда меня избрали редактором. Главная миссия журнала состояла в том, чтобы печатать лучшие произведения современных молодых писателей и вести популяризацию абхазской литературы. То есть во всей Грузии была подписка на журнал, и мне и сегодня бывает приятно находить в Суанете или в Аджарии эти номера журналов. Я почти 8 лет был редактором, и мы, абхазские писатели, работали над этими отношениями примерно с 1985 года. Потом была война, и, конечно, наша литературная деятельность не смогла ее предотвратить. Но то тепло и отношения, которые у нас были, мы их сохранили. Я всегда считал, что писатель, историк, любой мыслящий человек, аналитик, должен делать очень осторожный анализ, быть очень осторожным к словам и вместе с тем свободным. Он не должен чувствовать напряжение в отношении слов. Мы однажды рождаемся и однажды уходим из этого мира. Поэтому нельзя говорить с экивоками, что я вот, мол, имел в виду не то и так далее. После конфликта бывают споры. Кто-то вышел и сказал. Потом выступит другой и скажет, что вот, мол, он сказал что-то не такое. Мы живем в океане стереотипов, но надо очень бережливо относиться к одной вещи. через 20-30 лет. Вот мастера шахмат знают, они порой рассчитывают ходы за 20 ходов вперед и знают, какая ситуация будет в будущем на шахматной доске. К несчастью, будь то абхазский или грузинский политик, вот такие грузмайстерские политические шаги не были совершены. Но если на шахматной доске погибает просто деревянная фигура, которую можно оживить, начав новую партию, на реальном поле погибает человек, проливается его кровь, его уже никто не оживит. не понять, что вы, как общественный деятель, чувствовали, что что-то приближалось, когда вы это заметили, что начинался конфликт, этническое противостояние или политическое, когда вы это почувствовали, поскольку Раз вы говорите, что у писателя была возможность прогнозировать эти события? Ну, мы говорим сейчас как члены семьи. Я специально не готовился для беседы, поэтому приведу просто два примера. Один пример связан с Багратом Шинкуба, а второй с Гурамом Габискирия. Вы, наверное, помните этих людей. Героически погибший Габискирия, ситуация постепенно накалялась. Хотя Абхазы были в меньшинстве, у них были иные взгляды, у определенной группы были свои взгляды, свои убеждения. А в это время распадался Советский Союз. Это огромная махина. Наши лидеры тогда были ориентированы на первого секретаря ЦК. Однако в новой ситуации он оказался неспособным управлять ситуацией. В советский период все было зависимо от Москвы, как экономика, так и все остальные службы, спецслужбы управляли стороной. У нас не было людей, которые могли бы говорить с противоположной стороной. Отдельные выступления носили такой эмоциональный, митинговый характер, что, допустим, мы братья. Это было скорее застольными фразами. С обоих сторон началось национальное движение, и выявились различные нарративы, различные интересы. И что проявлялось в лозунгах, на митингах, в противостояниях. Вот вы упомянули Баграта Шейкуба. Это происходит в это время? Да, это самый сложный период, когда особенно необходимо иметь то глаз и то ушей. А у нас все это было на эмоциональном уровне. Я хочу вспомнить тогдашний фон. Тогда я помню, как-то попал в Прибалтику, и там была организация Союдис. Также создавалось множество партий. Союдис призывал своих членов выступить с требованием того, чтобы, допустим, газ поступал в какой-то город. Они знали, что это им понадобится, когда они станут независимой страной. А у нас все носило в большей мере оттенок необальшевизма. Мы говорили, что должны объявить забастовку, не работать, перекрыть дороги, перекрыть железную дорогу и так далее. Все это нуждается в большом серьезном анализе. Но для этого надо другое время. И подробно об этом мы сегодня не сможем говорить. У каждого человека своя война и свой соответствующий период. Вот в такой напряженной ситуации было написано «Лыхнинское обращение», которое подписали писатели. Я работал в Союзе писателей. Была грузинская секция, которой руководил Гену Каландия. Джану Джанелидзе издавал газету. А я был редактором журнала «Ритца». Мы собрались, и вот приходит тогдашний президент Адлейба. Борис Адлейба. У него было очень много положительных сторон. Я его вспоминаю с большим теплом. Я был самым молодым среди них, как редактор и как писатель. Я сказал ему, что я здесь родился и вырос. Иногда я говорил что-то очень колкое, но они не обижались. Абхазов что-то беспокоило тогда, и вы это знали тогда? Было написано «Лыхнинское письмо», и это вызвало напряжение в грузинском обществе. Что это за письмо? Отголоском чего было это обращение? Это был уже результат национального движения, с одной стороны. Они говорили между собой. Работала идеологическая машина, которую поддерживала Россия. Советский Союз распознался, и в этот период любая ошибка была чревата последствиями. Собралось абхазское общество в селе Лыхни. Составили это письмо, подписали его. И в нем говорилось, что они хотят отделиться от Грузии. Этим письмом они обратились в Верховный Совет Союза СССР. Тогда был еще Горбачев. Адресатом их письма было не грузинское руководство, а советское руководство, московское. И это вызвало напряжение как с одной, так и с другой стороны. Этому предшествовали еще и митинги. И в это время на собрании я встаю и говорю, господин Борис Викторович. Тогда мы говорили по-русски. Я родился и вырос в Сухуми. Я близок со всей абхазской когортой писателей. И многие из них подписали это письмо. Но я был всегда искренним. Когда я выхожу на улицу, я чувствую, что происходит что-то неладное. Что это за письмо? Скажите нам. Это было открытое письмо, содержание которого пока не знали грузины. Да, но оно все же распространилось. Конечно, грузинская сторона это восприняла очень болезненно, поскольку фактически весь край собирается отделиться от Грузии. Они говорили, почему написали это письмо. Вот об этом я и спрашивал. Объясните мне. Мы каждый день видимся, делим радость и горе, и нельзя жить такой скрытой жизнью. А может это такое письмо, что и я готов его подписать. Вы же должны сказать нам об этом. Адлейбан ответил, что и он лишь окольными путями приобрел это письмо и не является его адресатом. Письмо послано в Москву. Но тут присутствуют писатели, подписавшие это письмо, и пусть они скажут. Никто не ожидал моего вопроса. Ситуация была так напряжена, что если мы не говорили бы так откровенно, было бы очень сложно. Что произошло потом? Никто ничего не говорил. Паграт Чинкуба был очень известным писателем. К нему относились с большим уважением. К его словам прислушивались. И он сказал. И грузины тоже к нему так относились? Да. С большим уважением. Он был замечательным писателем. Он написал роман «Последний из убыхов», где рассказывается о малой нации, которая фактически исчезла. Убыхи. Фактически это антироссийский роман. Это период махаджирства. Так что все было не так просто, как это многим кажется. Окно всегда должно быть открытым. Для того, чтобы увидеть человека с другой стороны, с иной стороны. А не так, чтобы все превратились во врагов. Друг для друга. Стали обвинять друг друга. Это предыдущие условия кризиса. Он сказал, что они не смогут тебе ответить. И он также сказал, что предчувствуют что-то очень плохое. Я вспоминаю, как мы строили фуникулер. Было такое оголенное место, где строился фуникулер. И как грузины и абхазы вместе строили фуникулер. Сажали деревья. Обустраивали дороги. А теперь происходит что-то такое, что может начаться война. Вот я, мол, хочу вам сказать о своих предложениях. И Шинкуба сказал, что у него три предложения. Третье никак не могу вспомнить. Первое. В Лихнинском письме о том, что грузины меняют названия городам и селам, например, Ахалсопели, Шрома, Канахлеба. Это грузинские топонимы. И вместе с тем не меняются те топонимы, допустим, Шилошрома, Канахлеба или Тависуплеба, или Гантиады. Но ведь раньше они назывались по-другому. И, мол, давайте будем сотрудничать по этому вопросу. Создадим какую-то комиссию, в которую будут ходить и грузины, и абхазы. Пусть они достигнут соглашения, и это будет способствовать повышению доверия. Ученые, которые подписывают какие-то призывы, они будут совместно работать. В письме также говорится, что они создали какой-то фонд, и посредством этого фонда приглашают в Абхазию многодетные семьи, что, мол, мы, Абхазы, малочисленная нация, у нас очень мало детей, вас 250 тысяч, а нас где-то 17 тысяч. Мы никогда не сможем вас превзойти. И это, естественно, раздражает. И кто-то их поощряет. Поэтому, быть может, выделим какую-то компетентную комиссию, которая будет работать в этом направлении, допустим, в Сочи. Невозможно поселить человека, и в этом я вижу другую опасность. Если мы найдем общий язык и начнем сотрудничать, тогда, возможно, мы избежим того несчастья, которое называется войной. Я хочу пояснить зрителям, если я ошибаюсь, то вы меня поправите. В Абхазии был Абхазский университет и грузинский сектор. Был субтропический институт международного хозяйства, куда поступали со всей Грузии. И частыми были случаи, когда оканчивающий этот институт оставались в Абхазии. Насколько я знаю, из моих встреч с Абхазами именно это раздражало Абхазов, поскольку таким образом увеличивалось число грузин. Да, то, о чем вы говорите, это предварительное условие, из-за которого было написано лыхненское письмо. Были и другие предпосылки случившегося. В тот период высказывалось мнение, что, быть может, мы соберемся, грузины и Абхазы создадим комиссию по топонимике и вторую комиссию в связи с демографией. Если мы братья и веками были братьями, давайте договоримся по этим вопросам. Это закончилось тем, что многие представители национального движения, я участвовал в национальном движении, благом является такое движение, которое приносит пользу для страны. Но мы хорошо знаем, какие факторы обуславливали развитие процессов, и часто они действовали совершенно безрассудно. Я с ними встретился и сказал, я сказал, что, мол, давайте не обострять ситуацию и тем более не доводить дело до убийств. Весна 89-го года в этот период было несколько столкновений и пролилась кровь. Вот такой, можно сказать, честнейший человек, которым, каким был Вова Векуа, фактически погиб. А что предшествовало этому столкновению? Это отдельная большая тема. Хочу сказать несколько слов о Гураме Габискирия. Напряженная ситуация. Когда у нас была беседа с Чинкубом, мы беседовали с представителями национального движения. Тогда они устраивали митинги. И на митинге раздавались возгласы, что вот, мол, наши переговариваются с абхазами, что, мол, это сепаратистские переговоры. Они нас в этом обвиняли. Правда, они не называли имена. Но были такие высказывания о том, что, мол, нам не нужны никакие комиссии, что мы должны продолжать борьбу и так далее. В тот момент мы еще могли договориться. Возможно, это целиком не поменяло бы ситуацию. Но, во всяком случае, в тот момент мы вышли бы достойно из этой кризисной ситуации. А второй, это Гураме Габискирия, который, безусловно, герой, убивают людей, горят здания, закончилась война, сухуми взят, и он произносит фразу, «Никогда в жизни». Я хочу поблагодарить того, кто снимал это, поскольку многие, которые произносили подобные фразы, погибали так, что никто этого не фиксировал. Вот Гурам такое сказал, и он был действительно мужественный человек. Он был футболистом, старше меня. Мы жили на одной улице Чамба. Был такой момент, когда лидеры национального движения заявили в Тбилиси, что надо переименовать название футбольной команды «Динамо Тбилиси», придумать другое имя, допустим, «Иберия». Но под этим именем никто бы не узнал эту футбольную команду. «Иберия». Да, «Иберия». Никто бы не знал, что это за «Иберия». Так национальное движение начинало со спорта. Этого не надо было допускать. Свобода и независимость должны быть позже. Аналогичное было и в Сухуме. Сухумская «Динамо», в котором играли пять-шесть абхазов, возможно, больше, был вопрос о переименовании команды. Гурам позвал меня, я был редактором журнала, и говорит, что примерно тысячи человек собирается в одном большом зале, в зале политобразования, так он назывался. И он сказал, что будут происходить плохие вещи. Команда распадется, футбольная команда распадется. В 60-е годы это называлось «Сухумская Рица», так называлась команда. А ты, мол, редактор журнала «Рица», и он просил у меня поддержки. Выйди и скажи, что ты, как редактор журнала «Рица», я сказал, что это одна из чистейших рек, и что наши отношения должны быть такими же. Давайте назовем «Рицей», и наступит время, когда нам вновь придется играть в футбол. Несколько тогда известных лиц, не хочу их называть, выступили, и сказали, что команду надо назвать «Сухуми». Это древнее название города Сухуми, и в конце заседания выступило «Духовное лицо», и оно сказало, что обязательно назвать, надо назвать футбольную команду «Сухуми». Его слово оказалось решающим. После этого пять-шесть футболистов абхазов ушли из этой команды и создали свою команду. Возможно, наши предложения не смогли бы решить проблему, но я и тогда сказал, и после войны, и сегодня считаю, что можно было изменить ситуацию к лучшему и даже избежать войны. Мы в долгу перед будущими поколениями. Люди моего возраста и те, кто старше меня, которые были во главе этих процессов, мы в долгу перед молодым поколением. после вооруженного конфликта, оказавшись в изгнании, вы были включены в гражданский диалог, у вас были отношения с абхазами, говорили на разные темы, о разных проектах. Исходя из этого, я знаю, что вас часто приглашали абхазы, и вы бывали в Сухуми. Сегодня, можно сказать, напряженная ситуация. У нас нет контактов с абхазами, между нашими правительствами. Нет непосредственных отношений. Есть формат джиневских переговоров, который проходит под патронажем России и других крупных стран. Вот мы представители гражданского общества. Что мы можем сделать, чтобы как-то способствовать трансформации конфликта? Вы много работали и писали об этом. Чем бы вы обратились к обществу? Большое спасибо. Это, наверное, должен самостоятельно решать каждый человек. Между нами и абхазами, можно сказать, существует заминированное поле, по которому должны ходить с людьми, которые знают, как ходить по такому полю. Когда пришла новая власть, я ездил в Абхазию, и они по телевизору всегда передавали, как лидеры предыдущей власти, что они говорили, какие произносили крылатые фразы. Есть хорошие и плохие крылатые фразы. Они запоминали плохие крылатые фразы наших президентов относительно того, что они говорили об Абхазии и Абхазах, и всегда повторяли, что вот, такой-то президент сказал то-то и то-то. Я спрашиваю, вот пришла новая власть, вот что она сказала такого, чего вам не понравилось? Они не могут вспомнить. Это очень значительно. Также значительно медицинская программа, которая работает. Я слушал Баграта Шинкуба уже во время войны. Он был в Сухуми в какой-то период, потом продолжил работу в Гудауте. Однажды выступил по гудаицкому радио и сказал, что с нами случилось несчастье и рано или поздно это завершится. Мы должны приносить друг другу только добро. Он говорил это по-русски. Я помню, несколько лет назад, 8-10 лет назад, выступали лидеры и попрекали абхазов, что, мол, вы приезжаете за медицинской помощью, мы вам спасаем жизни, а вы не хотите с нами жить, а потом были какие-то угрозы. Многие из них, возвращаясь в Сухуми или в Гагри, не говорили о том, что они делали операцию в Твилисе. Не было ни одного предложения со стороны властей, которым был бы какой-то упрек. Наоборот, мы всегда говорим, что должны быть друзьями, найти общий язык, но и это порой вызывает раздражение, поскольку они малочисленная нация, некоторые нам говорили, почему вы это говорите сейчас, а не во время войны, но сколько людей вовсе не хотело войны. Одним из лучших возможностей является культура, искусство. Мы очень дружили с Резо Чхейдзем, я ему говорил, что такой человек, как вы, должен приехать в Абхазию, и мы должны максимально использовать тех людей, которые рождены, как бы, для того, чтобы способствовать сближению, понять боль друг друга. Ты должен сказать то, что у тебя на душе, и даже высказать свою претензию. Тимур Шейдзе поставил по моей песне спектакль «Такое далекое море». Когда вы сняли этот спектакль четырьмя камерами, и вы послали этот спектакль в Абхазию, да, я знаю, какие были отзывы у абхазов на ваш спектакль. Можно сказать, диски ходили из рук в руки. Там друзья детства беседуют друг с другом, говорят о том, что произошло, но предыдущим властям это не понравилось. Развалили театр, сняли спектакль. Кроме этого, это вовсе не было связано с политикой. Называется «Здравствуй, Сухуми». Это юношеский театр «Белая волна». И господин Георгий Ратьяни является основателем театра. Они поставили по произведению Нодара Думбадзе пьесу. И вначале использованы пассажи из моей книги. И там есть надпись «Нодар Думбадзе и Гура Модишария». Здравствуй, Сухум. Это был тот период, когда им не нравились мои высказывания. Не нравилась искренность. Аб Георгия Ратьяни потребовали, чтобы он убрал мою фамилию. И оставили только Нодара Думбадзе. Если мы так собираемся строить демократию, это не была демократия, это был не большевизм. Демократы, пришедшие со знаменами большевиков. Соответственно, они закончили тем, чем закончили. Любая ошибка, переход с верного пути, плачевно кончается. Конечно, мы должны на внутреннюю борьбу, противостояние. Если бы с самого начала независимости Грузии мы бы объединили эту энергию, у нас было бы замечательное государство. Я не скажу, что не было бы никаких конфликтов, но мы жили бы гораздо лучше. Для меня было трагедией, когда после распада союза внутри страны распались национальные сообщества и оказались в роли моряков, которые с корабля на корабль машут друг к другу флагами. Чем больше будет человечности в законах и чем более человечной станет политика, тем более выгодны будут в отношении абхазов и к осетинам. Большое спасибо. С вами была очень интересная беседа для нас, думаю, что и для наших зрителей. Мы узнали многое. Я хочу выразить надежду, что вы вновь придете к нам и мы продолжим наши беседы. Господин Мамука, для нас сейчас главным является выработка нового видения, пересмотреть все по-новому. Чем больше новизны будет в наших видениях, тем легче будет принимать новые решения. для новых решений нужно новое видение, и это будет создавать новые горизонты. Если не раскроется новый горизонт, и мы будем стоять на одном месте, то обязательно превратятся болота. И чем больше пройдет времени, тем хуже для нас, не только для наших народов, но и для всего мира, поскольку мы ответственны за ту часть планеты, на которой живем. То есть мы не должны связаться со стагнацией, должны быть активными, но не агрессивными. Конечно, то, что с нами произошло 27 лет назад, когда вместо того, чтобы постараться урегулировать конфликт, мы, наоборот, его обостряли. Да, и мы должны учиться на ошибках, говорят, что умные учатся на чужих ошибках, но мы допустили столько ошибок, что в принципе должны быть уже академиками. Я тоже оставляю надежду, что новое поколение поменяет старые реалии, изменит реальность, и конфликт урегулируется, вернее, произойдет его трансформация. Так что мы восстановим отношения и дойдем до какого-то общепринятого взаимоприемлемого статуса. Гурам, согласен с вами, это неизбежно. Этим мы завершаем нашу передачу. Наверное, вы узнали много нового, интересного. Мы вновь встретимся и посвятим свое эфирное время грузин- грузинно-авхазскому и грузинно-сетинскому конфликтам и тем их урегулирования. Я прощаюсь с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова